Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Битрайда. В этом видео я хочу с вами профилософствовать, порассуждать на тему кофры или все-таки рюкзак. То есть многие предпочитают кофры, допустим, я предпочитаю рюкзак. Давайте разберемся, почему, что, где выгодно, да? То есть я не спорю, что кофры это прям адски удобно, но опять же у них есть не только плюсы, но есть опять же минусы. Почему я выбираю для себя рюкзак? Я сейчас формирую себе рюкзачок легкохода, скажем так. Закупил снарягу легкоходную, то есть это спальный мешок, ультралегкий, ульт очень маленький. При этом комфортная температура сна у него 11 градусов. Также заказал конденсатник для него, чтобы в палатке потом он не промокал, потому что он пуховый и он не любит влагу. Далее одноместную трекинговую палатку, то есть она весит меньше одного килограмма, там будет малюсенькая. Моя палатка вообще адски классная. Но это пока что мне еще все идет в пути. Кое-какие вещи, да, кое-что я уже получил. Поэтому когда я все получу непосредственно, я покажу, во-первых, что я приобрел, что для каких целей я буду использовать и как это будет выглядеть по размеру, скажем так, в моем рюкзаке. В общем, моя цель, чтобы все мое барахло умещалось в один рюкзак. Я на данный момент вчера проводил эксперимент, просто у меня пока что палатка и конденсатник не пришли. Я просто взял аналогичный чехол там от чего-то, от чехла на мотоцикл, он такого же размера, как палатка будет. Забил туда тряпок, ну и в общем засунул все в рюкзак и у меня получилось так, что вот все мое спальня, кухня, включая термос на пол-литра, заняло буквально пол рюкзака. То есть и по весу это вообще очень вменяемо. Так вот, почему именно рюкзак? Так, допустим, я вот буду сейчас рассматривать сценарий, в котором буду использовать вот эту всю снарягу я, исключительно вот под себя. Скажем, мои сценарии, вот допустим я поехал куда-то, да, и у меня есть возможность отель или кемпинг. Допустим, ну, увидел я какую-то локацию, где-то остановился в кемпинге. То есть, во-первых, чтобы у меня в рюкзаке всегда была палатка, спальник, чтобы у меня всегда был выбор. То есть, есть возможность, отличная локация, где-то отличный кемпинг становился на природе, погода позволяет, нет возможности, отель. То есть, у тебя всегда будет выбор. Для этого мне не надо, сейчас я рассматриваю ситуацию, где у меня вообще нет кофров. Вот вообще, все, только рюкзак со всей снарягой легкоходной. Или же, скажем, представим ситуацию, да, вот вы едете, посмотрели на карту, какая-то локация, есть какая-то цивилизированная стоянка. Ну, вот в Европе таких, допустим, мест полно. То есть, есть цивилизированная стоянка, где можно оставить спокойно свой транспорт, будь то машина или мотоцикл, без проблем. И просто достаточно будет пройти там вглубь леса, там куда-нибудь, или парка, там метров 500-600, и там будет какое-нибудь красивое озеро или там речка какая-нибудь. Ну, на мотоцикле, куда вы, ну, точно не подъедете. Ну, нет возможности. Или там стоит знак, въезд запрещен, или еще что-то. Ну, в Европе, допустим, вот с этим проблемы, да, что не везде можно заехать легально. Можно, конечно, рискнуть, но опять же, разложишься, тебя попрут потом, там, ну, неохота как бы об этом думать, да. Ну, вот представьте, вы подъехали, вас ставили на стоянке, посмотрели по карте, о, сюда я пойду. Одели рюкзачок и пошли, нашли локацию, разбили лагерь, приготовили себе покушать, поспали, кайфанули, все нормально. И представьте ситуацию, если бы у вас были с собой куча баулов, да, вот реально куча баулов, да, там вот как вот люди ездят, путешествуют на мото, там я посмотрю, они мотоциклы обвешивают там сверху донизу, я не знаю, что они там с собой берут, без понятия. Но сам факт, ты уже не потащишь эти все кофры куда-то в лес, потом обратно, потом это все запаковывать, опять обвязываться, это отнимает кучу времени. И, ну, не знаю, для меня это как бы некомфортно. А просто бросить кофры, ну, просто как-то, ну, быть все равно, даже если ты в цивилизованной стране, в какой бы цивилизованной стране ты не был, да, и вероятность того, что у тебя там что-то сопрут, там равна 0,1, но все равно вы не оставите кофры там с вещами с какими-то более-менее ценными в мотоцикле и не пойдете вглубь леса. Поэтому в этом случае кофры будут, ну, они будут тупо ограничивать ваши возможности. Мое стремление, именно я хочу попутешествовать в следующем сезоне обязательно, вот именно вот налегке. Я себе сейчас поставил цель съездить обязательно в следующем сезоне, как только будет, ну, погода более-менее позволять, съездить в Швецию и в Норвегию, покататься там. То есть я планирую выехать в Германию, скажем, до Ростока, тут буквально два часа езды там на пароме доехать, до Дании, по Дании там пару часиков, и я уже в Швеции. То есть, ну, за один день до Швеции налегке, можно сказать, доехать там где-нибудь, переночевать. Причем в Швеции фишка в том, что я узнавал там по законам, можно ночевать с палаткой где угодно. То есть в любом национальном парке где угодно, то есть это разрешено легально. Поэтому можно как в кемпинге остановиться, можно также дикарем остановиться, тебе слова никто не скажет. Вот поэтому я как бы и хочу туда ломануться. Потому что подобное дело в Германии, это проблематично. Здесь только кемпинги. Все, дикарем здесь запрещено с палаткой. Все, это плохо. Поэтому будем выбираться куда-нибудь в Норвегию, там покатаюсь, доеду до верха, там доску. Ну, буду смотреть исключительно по настроению, по ситуации. А потом, если и устану сильно, то можно будет с осло просто приехать опять на пароме до Копенгагена. А там уже недалеко, относительно километров 400 до дома. Ну, может, да, 400 где-то так. Так что вот такие у меня планы. И все это я хочу сделать, именно вот, чтобы у меня был только рюкзак. Единственное, что я с собой возьму, это пятилитровую канистру, которую я привяжу просто к мотоциклу, к заднему сидению и все. Чтобы у меня была вода для моей полной, скажем так, автономности. Поэтому, кофры, да, это с одной стороны удобно, с другой стороны их поставить. Ну, вот сами посудите, сколько бы вы сумок не возьмете, они всегда, они все у вас будут полные. Возьмете вы два кофра, вы их забьете под завязку. Поставите еще третий центральный кофр, вы его с собой под завязку задарите. Вопрос, нужно ли это? Ну, это опять же должен каждый для себя решить сам. Я сейчас рассказал исключительно свой кейс использования, как я планирую это все использовать. Естественно, на все девайсы, которые я потом получу, которые я протестирую, вы сможете, естественно, все увидеть в моих следующих там видосах. Может быть, я сделаю где-то как-то конкретный обзор. Или, скажем, комплексно, как я когда, допустим, буду разбивать лагерь, там все покажу. Ну, я еще не решил, посмотрим. В общем, вот такие дела. Да, если вам понравился ролик, ставьте лайки. Если не понравился, прям вот адски не понравился, то ставьте дизлайки. Ну, в общем, ребята, это все дело добровольно. Хотите ставьте, хотите нет, я никого ни в коем случае не принуждаю. Исключительно все добровольно. Все, приятного просмотра. Точнее, да, вы уже посмотрели. Все, я прощаюсь на этом. С вами увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok